доброе утро друзья доброе утро мои хорошие ну что и я сегодня уже с утра пораньше иду на маникюрчик как я и говорила вышла я без машины буду сегодня шагать пешочком погода классная не жарко так что можно и погулять единственное что не знаю замахнулась я конечно на расстояние приличное но буду пробовать этот раз ходить гораздо сложнее чем было прошлый раз ничего не поделаешь нужно учиться ходить вновь восстанавливаться нейропатия эти дни знаете такая чего-то повысилась сильнее чем обычно с чем это связано непонятно я решила машину не брать потому что я хочу после маникюра пойти купить красочку для волос чтобы покрасить волосы вот и творог ну а там же в центре это просто кошмар старый город там припарковаться просто нигде нереально ну вот и даже если подземный паркинг платный там не проблема но дело в том что сейчас бархатный сезон то днем тоже поставить машину просто загадка еще там ну и мне тоже лишний раз походить тоже очень надо я надела бандаж для своей шишки ну и потихонечку в удобные обуви я понимаю что мне будет сложно понимаешь что на обратный путь я уже буду ползти на четвереньках ну что поделать надо так надо красота требует жертв правильно все теперь закрыла таня рот не идешь наслаждаешься жизнью вдох выдох жизнь прекрасно доброе утро мои хорошие ну что погнали покорять мир красивый мир у нас вот тут вот видите напротив короче тут когда-то была железная дорога потом люди стали возмущаться вот и ее убрали и пустили ее под землей и здесь был проект мы когда уже дом покупали через несколько месяцев уже показали проект что здесь планируется парк все там ты ды 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 но потом же наступил к вид и все накрылась медным тазом все заглохла и потом там вот в конце заборы вот и люди на эти заборы начали вывешивать эти пакетики собачьим говном извините что так сказала ну и типа писать что сколько можно давайте начинаете делать сейчас они хотя бы хоть тут переделывали пифину сделали переход хоть можно до автобуса дойти нормальной дорожки а то вот так вот мои дети несколько лет шагали вот таким вот колдаеби нам для того чтобы попасть в свою школу вот потом там уже тоже сделали объездную короче потом обходили но здесь вот этих вот с этого района все выгуливают собак чего тут только нет мама моя родная и никто что-то ничего не убирает мусора все ну ну а я вот это какая шабочка смотрите собака меня сбилась от мысли так что если тут уже поставь когда сделать парк то наш район вырастет еще в цене больше хотя сейчас очень-очень цены мега круто выросли на недвижимость ну как разрисовали стену вот так и они все так вот много где сделали до самого же до вокзала сделали вот такие вот переходите ну хоть стало приятно ходить это классно ну что пошагали едет мой автобус и еду я за красотой друзья знаете только что прям вообще меня до кондратия довело в автобусе значит я понимаю что здесь в испании не заведено уступать местам пожилым но я села получается на конечной дата у меня все пустой автобус значит заходит женщина вида . заводит свою маму маме наверное уже лет под 90 я уже такое школу дугу скрутила но они не дошли до того места где я сидела перед получается значит держит это женщина свою маму в том на том месте где мы ставят коляски сидят три мужика ну то есть два вместе по одной стороне один сбоку с другой якобы клацают телефоны морды поотворачивали вы знаете меня так это разозлило но думаю ладно бы там ну к примеру ну не уступили там беременной хотя я уже ну тоже считаю что это как-то ну ладно беременность это не старость и не болезнь ладно там допустим мне допустим слышится и башкой то и такое знаете это все я опускаю стоит такая уже старенькая женщина я психую ставлю снимаю сумку чтоб никто свою жопу не усадил оставляю сумку на своем сиденье прохожу вперед беру эту женщину за руку и прожил сажу ее на свое место мужики так вот сину то есть все посмотрели по сторонам знаете как как на странную женщину и все и и каждый опять стал клацать свой телефон и я думаю ну вот классно воспитание просто неуважение к возрастным людям вот так ну так меня это аж прямо знаете разозлило так что все я уже друзья пришла на место так что шагаю дальше пойду пешочком не на лифте движение это жизнь так ну что делаю уже свои ноготочки захотела я уже остренькую так ну что куколки мои все я навела красоту вот а теперь иду в магазин за краской правда ну не знаю сейчас посмотрю может в магазине быстрее как-то определюсь потому что мнение разделилась и прям так колоссальная спрашивала у девочек ой а чё тут двенадцатый мой автобус но я первый раз вижу как почему он идет по этой улице это новости и это кто говорил темнее кто русый кто розовинку и я прям в замешательстве сейчас вообще тогда приду в магазин посмотрю посмотрю что там вообще есть так надо перейти на ту сторону в тенечек потому что с этой стороны солнце жарит сильно вот так вот потопала я утром так хорошо шлось так было прохладненько а сейчас солнышко вышло какая духотища и полно транспорта полно на диване блин герой при ходьбе блин лев толстой зашла еще в магазин купила себе нижнее белье но это по умолчанию показывать мы это не будем кстати хочу себе купить палочки скандинавский не ходить вечером на прогулку с ними кто с ними ходит кто пользуется пишите как вам так зашла в магазин друзья и что-то краску никакой не могу найти какой-то такой цвет знаете боюсь что не быть такой какой-то фиолетовой или седой такой как боли то ну у меня крем уже закончился хочу взять и что-то так подорожал просто вообще уже стоит вот он неимоверно крутой особенно если очень сильно сухая кожа у меня после химии просто катастрофа какая сухая и вот единственная крем который очень круто мне подошел данил у меня тоже пользуется этой этой косметикой так ну это хорошо тут всегда были краски а что-то сейчас все перенесли там совсем чуть-чуть ну короче ладно возьму кремушек и пойду искать дальше краску так девочки а ну-ка я подумаю попробовать вот такой вот как вы думаете такой с розовинкой ты такой буду как бабушка седаю так ну пока остановлюсь на вот это сейчас еще посмотрим что тут ну я боюсь чтоб он знаете как зеленого такого оттенка не дал посмотрим что-то еще смотрите сколько красок такой вот буду мальвина вот где твой город тина ешкин кот он уже синенькая но вот такие вот когда-то на мне как-то вообще не стоит ну сама вот эта краска и гора классная я ей тоже красилась в украине иху смотрите девчонки как мы скучно с вами живем вот так вот встретимся знаете где-то все вместе давайте давайте так 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 вот такой вот серенький прям не знаю или может вот такой девочки не передает камеру ну блин смотрите я склоняюсь к вот такому что вы скажете потому что вот такой нет это тоже сильно светлый капец как тут красиво можем него так вот сделать зебру себе магазин тут девочки играют для парикмахеров просто все что хочешь все что хочешь все я уже выбрала не знаю что будет то будет будет плохо пойдем значить с вами вновь еще раз все мои хорошие пойду проплачу тут видите всяко разные профессиональные шампуни ну я сейчас перешла на все шампуни от атоме так ладно все пошла платить так куколки мои ну что купила я в общем окислитель маленький взяла и краску это все затянуло на 14 евро 20 центов все теперь я смело могу ехать домой потому что если честно я ели грибов я уже зашла тоже купила этот творог так что сырником быть посмотрю не знаю как буду себя чувствовать может сейчас отдохну все это и как обычно как всегда я наделаю чтоб оно у меня лежало все какая вкуснятина видите ну мы же это не едим девочки вы же помните да мы же теперь кошерные ладно мои хорошие погребу я потихоньку на остановку вы знаете я хоть и устала очень но я собой горжусь о том что через силу через не могу и через не хочу я преодолела сегодня достаточно большой круг он моя остановка на той стороне я еду домой убегаю быстрее по красному света потому что солнце прям кусается изрядно все мои хорошие я поехала все мои хорошее я поехала